давайте в первую очередь для чего нам нужны пинты кто может сказать тише по одному травм в первую очередь чтобы не было кисть не травмировалась все верно совершенно верно мы под сноя под перчатку одеваем бинты боксерские бинты они бывают два с половиной три четыре пять метров то есть зависимости до нет нет метров поэтому нам достаточно два с половиной максимум три метра как мы его будем одевать еще раз правильно сказал никита чтобы сохранить и не травмировать кисть пальцы руки то есть чтобы вы когда-то носили удар не получили сами травму и увечья опять же бинты сматываются даже когда вы потренировались мы не сматываем сразу мы допустим вот так все размотали сложили в сумку или там с чем с пакетом обычно все должны со спортивная сумка где вы носите свой спортивный инвентарь положили домой пришли и ты обязательно вместе с перчатками чтобы они у вас дольше прослужили чтобы не было запаха мы их достаем бинты где-нибудь на балконе вас не прогонит чтобы разложили свои бинты до перчатки перчатки тоже не застегиваем на липучке по максимуму мы их выворачиваем чтобы они сохли внутри чтобы они не было у них запаха внутри неприятного чтобы они не приели они всегда должны быть сухими после тренировок понятно выворачивать это я образно сказал просто расстегнуть липучку максимум чтобы они были открыты и ложить где-нибудь на проветриваемое место также и бинты форму положили куда-нибудь или постирали посушили это уже мама разберется но вы вместе с ней еще раз есть петелька у меня нет уже этой петельки одеваем вот так на большой палец петельку неважно с какой руки вы начинаете с левой с правой на большой палец способов наматывания рук очень много и у каждого свой самый простой самый самый оптимальный берем раз сделали такой виток через запястье не стягиваем особенно если первый раз гинты мы их не натягиваем потому что кровь не будет циркулировать у вас рука занемеет болит будет не надо так делать понятно сделали раз такой виток опять идет бинт на большой палец раз и идет обратно сюда на эту сторону понятно дальше начинаем бинтовать каждый палец подел по отдельности идем на указательный палец указательный отсюда переход опять идет на запястье опять же все длинны бинта если бинт длинный мы там можем какое-то количество не раз мотнуть два раза мотнуть он у меня тоже не длинный поэтому а зачем длинные бинты ну от профессионалов там уже руки тейпируют по-другому накладывают ну и чуть-чуть бинты там длиннее у вас там естественно руки у кого-то больше понимаешь тебя рука опять смотрите средний палец тоже самое делаем вот такой виток идет на запястье нет еще нет ты как эти колечки сделал видите вот такое вот такая ситуация опять через запястье идем какой безымянный палец правильно называется опять идем здесь делаем такой виток поправляем вот так вот ручками чтоб бинт хорошо ложился опять же говорю не натягиваем не надо тянуть со временем вы будете чувствовать уже свою руку бинт где-то чуть-чуть натянули где-то хват ослабли там и мизинец заканчиваем раз на мизинец виден да получаем и делаем еще вот такие такую обмолку вот здесь прожали кулачком хорошо сжался по костяшкам еще раз два три сделали да ну если у вас много вернее длина бинта позволяет еще мы можем еще раз перемотать это все зависит что ты сидишь пробую через костяшку перемотали идем еще аккуратно идем на большой палец большой и идем на кисть вернее запястье раз два видите здесь уже липучка липучка и она может у вас мотали мотали она может быть вот у вас в таком положении ну то есть как же нам прилепить а мы просто здесь раз переворачиваем бинтик и в конце руки колени намотать зачем но в боксе в пикбоксинге в шуцань да единоборство где под перчатки нужны бинты мотаются они примерно таким образом всем понятно вот макар нормально иди сюда поснимай как вот маркел вовчик нормально да так издалека вот тимурчик нормальная рука хорошо нормально 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 все в следующий раз все бинты возьмет Миша получилось все все все